МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Почему ребенок часто болеет и как с этим бороться? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Людей, которые откладывали на дальнюю полку проблемы со здоровьем, немало. Дорого, долго, да и само пройдет. Однако сделать экспресс-диагностику своего организма можно быстро и абсолютно бесплатно. В центрах здоровья, при поликлиниках. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Сейчас мы измерим рост и вес, давление. Диспансеризация взрослого населения, так как у нас взрослая поликлиника, проводится с 18 лет до 39 лет каждые 3 года. И начиная с 39 лет ежегодно проходит. Кроме этого, есть профилактические осмотры. То есть, если, например, человек говорит, я весь объем диспансеризации проходить не хочу, есть профилактические осмотры, а не более сокращенные по обследованию. И до 99 лет. То есть, человек может прийти к нам и обследоваться. Мы выявляем 5 важных категорий заболеваний, которые стоят в первых рядах по смертности заболеваний у населения. Это сердечно-сосудистые заболевания, это хронические и обструктивные заболевания легких, это сахарный диабет, это онкология и предраковые заболевания. В диспансеризацию входит расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение уровня холестерина и глюкозы в крови, электрокардиограмма, рентген легких и онкосмотр. Анализы исследуют здесь же, в поликлинике, максимально точно и быстро. Конечно, это должна быть самоосознанность, что человеку это надо. Потому что очень часто звучит такая фраза, что это надо медикам диспансеризации. Но, увы, когда какие-то заболевания, к сожалению, находятся, и уже очень часто на поздней стадии, уже как бы тут не профилактировать, а даже иногда лечиться проблематично. В зависимости от возраста список возможных исследований только растет. Так, например, женщинам от 40 и старше можно бесплатно пройти маммографию. Аппарат поставили в прошлом году по нацпроекту. Аппарат предназначен для исследования женской молочной железы, для выявления злокачественных и других заболеваний женской молочной железы. Маммография предназначена, делается женщинам от 40 лет. Вот. Возможно делать ее и раньше, но это по назначению уже врачей, онкологов и других врачей. Диспансеризация подразумевает два этапа. Если на первом исследовании появились вопросы по здоровью, пациентам предложат углубленную диагностику. На втором этапе для определения диагноза подключаются высокие технологии. КТ, МРТ, УЗИ дадут точную картину патологии. А консультации врачей узких специальностей помогут наметить план лечения. Яна к диспансеризации относится с полной серьезностью. Забота о собственном здоровье для нее в приоритете. Выбрать время, чтобы пройти экспресс-исследование своего организма, даже несмотря на загруженность, можно всегда. Надо заботиться о себе, сдать анализы, проверить уровень холестерина, глюкозы. Как Вы оцениваете сам процесс прохождения диспансеризации? Насколько он удобен или комфортен? Ну, в принципе, все удобно, много времени не занимает. Как бы получилось пройти все спокойно, легко, без происшествий. Надо отметить, что сам процесс диспансеризации очень четко организован. Вы сами выбираете себе время, когда прийти к врачам. Центры здоровья работают до восьми вечера и по субботам. Записаться на диспансеризацию можно на сайте госуслуги или сразу прийти в поликлинику. Всем здравствуйте! Сегодня наша встреча посвящена такой очень сезонной теме – часто болеющий ребенок. Конечно, каждой маме хочется, чтобы ребенок всегда был здоров, ходил в садики, в школу, в кружки, не пропискал по болезни. Как же сделать так, чтобы ребенок перестал болеть? Давайте сначала разберемся, кто такой часто болеющий ребенок. Часто болеющий ребенок, ну, в стандарте медицинском принятый ребенок, который болеет более 8-10 раз в году. Представляете, каждый месяц ребенок болеет. Разве так можно? Ходит такое мнение, что ребенку нужно болеть – это якобы тренировка иммунитета. Но я хочу напомнить некоторым родителям. Ребенок – это растущий организм. И в тот момент, когда ребенок болеет, его организм растет больным. И исправить это будет уже невозможно. Поэтому дети не должны болеть по 2 недели и далее с тяжелыми кашлями, затяжными, с какими-то осложнениями. Да, ребенок должен встречаться с какими-то вирусными инфекциями. Поэтому я отвечаю на многочисленные вопросы, а нужно ли часто болеющего ребенка забирать из сада и оставлять сидеть дома. Но как же тогда он сформирует приобретенный иммунитет? Ребенок может научиться своим иммунитетом отражать атаки от различных вирусов, микробов и бактерий, только встречаясь с ними лично, лицом к лицу. Поэтому в садик ходить обязательно. Но так как тимус у ребенка еще только растет, иммунитет еще несовершенный, и ему на ответ еще плохо настроен в организме, мы, конечно же, иммунитету будем помогать. Будем помогать учиться и помогать справляться, когда вирусное нападение будет мощным, и мы видим, что детский организм с этим не справляется. Поэтому в садик ходить обязательно. Это важно даже не только для развития иммунитета, это же и социальное воспитание, это контактные моменты ребенка. Ему нужно учиться быть в социуме среди детей. Ну и счастливое детство, новогодние утренники, их никто никогда не заменит дома. Но давайте разберемся, почему. Какие-то дети ходят в садик, болеют 2-3 раза в год, а какие-то дети болеют, 3 дня в садик походили, 2 недели сидят на больничном. Но детский иммунитет, он формируется по одному и тому же закону природы. Итак, первая причина часто болеющих детей – это нарушение физиологических норм первый год жизни, и это отсутствие хорошего иммунитета по именно внутриутробному развитию. Родители просто не передали хороший иммунитет. Вторая причина, такая очень важная, мы никак не даем возможность ребенку побороть болезнь самостоятельно. Ну, посмотрите, залетел какой-то мутирующий вирус, неважно какой, грипп, омикрон, ковид, любой мутирующий вирус залетает, дальше начинается иммуноответ. Что такое иммуноответ? Когда организм определил, что в организме находится патоген, какая-то вирусная инфекция, первое, что он делает, это повышает температуру. И температура – это активность иммунной системы. Ведь именно при температуре организм начинает вырабатывать противовирусные антитела. Но мамы боятся температур. И малейшее повышение температуры дают жаропонижающий. Как это выглядит? В кишечнике вырабатываются противовирусные антитела. Организм старается победить вирус, он учится. В этот момент поступает жаропонижающий препарат. Это как бомба, которая бросается на завод, который вырабатывает оружие против вируса. И организму бороться нечем. В этот момент падает иммунитет, и начинаются бактериальные вторичные инфекции. Если вы хотите ребенку помочь побороть вирус, и помочь побыстрее снизить температуру, есть старинное средство, очень эффективное. Заварите цветки липы, добавьте туда ромашку, мед, какие-то ягоды, смородину, малину. И давайте ребенку пить теплым. Ребенок выпивает полстакана патагонного вот этого вот чая, и очень сильно потеет, температура падает. На три часа примерно. Через три часа еще. Но если ребенок сам перегорит, есть такое понятие, да, сам победит, он потом целый год болеть не будет. Не торопитесь давать жаропонижающие. Обтирайте ребенка, давайте патагонные травы. Детский организм справится сам. Поверьте, у него есть на это ресурсы. Также, если появляется кашель, мы стараемся сразу панически дать какие-то синтетические препараты, которые подавляют кашель. Но кашель – это желание организма вывести больную инфицированную ткань. Если мы начнем подавлять искусственно кашель, куда же деваться всему этому? Организму придется это все кальцинировать. Вот вам обструктивные бронхиты. Начнутся фиброзные изменения тканей в бронхиях. Вот вам бронхиальная астма. Не торопитесь. Помогите ребенку. Раньше, в прошлом веке, использовали горчичники. Доктор Моммазь. То есть чем-то нужно ребенка нагреть. Давайте ему грудные сборы аптечные. Давайте ему сироп солодки. И очень быстро от прогрева кашель станет продуктивным. Не подавляйте иммунитет. Дайте ему возможность побыстрее вывести эту инфицированную ткань. И если появились зеленые сопли, если началось воспаление в ушах, не торопитесь пить антибиотики. Но ведь для того, чтобы вывести вот эти бактериальные инфекции с горла, с носа, с ушей, конъюнктивит с глаз, для этого необязательно уничтожать антибиотиками 80% иммунитета. Ведь именно в ЖКТ у нас находится 80% иммунокомпетентных клеток. И когда мы выпиваем антибиотик, да, проходит вот эта бактериальная инфекция, но иммунитет падает, и через несколько дней, пожалуйста, залетает новый вирус, а ему на ответ уже дать нечем. А восстанавливается иммунитет минимум 9 месяцев. Для того, чтобы ребенок перестал быть часто болеющим. Каждый раз, как к нему залетает вирус, помогите ребенку справиться с этим вирусом. У нас есть очень много препаратов, которые являются помощниками иммунитета. Пожалуйста, цитавир, да, это янтарная кислота и витаминки, ациллококцинум, он хорошо работает. Тот же самый эргоферон. Просто дайте помощники иммунитета и создайте благоприятные условия для хорошей работы детского иммунитета. Не подавляйте. Ребенок, если сам один раз победит болезнь, потом он долго болеть не будет. Но если вы чувствуете, что вы не справляетесь, и иммунитет ребенка действительно находится на очень плачевном уровне, я приглашаю вас на приемные консультации. И для вашего ребенка будут составлены индивидуальные программы восстановления иммунитета. Будьте здоровы! До новых встреч! Сахарный диабет под контролем. В одном из крупных торговых центров города специалисты территориального отдела Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели скрининг-диагностику у всех желающих на содержание сахара в крови. Задача такой акции максимально приблизить профилактику диабета и дать как можно большему количеству толезинцев необходимые знания об опасности болезни и о возможных осложнениях. Сахарный диабет можно назвать тихим убийцем. А почему? А потому что симптоматика развития сахарного диабета не сразу проявляется. Человек сам оправдывает симптомы, которые появились у него. Допустим, общая слабость. Это можно сказать, что человек устал. Допустим, часто ему учить спускание. Человек может рассынить, ну, он сегодня попил много чая, кофе, а даже учитывая то, что сегодня холодная погода, можно сказать, да на улице холодно. И потому действительно это тихий убийца. Опасность данного заболевания заключается и в том, что она следствием чего являются тяжелые осложнения. Поражаются и другие органы систем. Первый орд поражается сердце, вплоть до инфаркта миокарда. Следующее – это ноги. Есть статистика, что 50% ампутации ног следствием развития сахарного диабета. Поражаются и глаза, вплоть до слепоты. Поражаются и нервы. То есть на сегодня, можно говорить, все вот эти тяжелые заболевания – это последствия развития такого серьезного заболевания, как сахарный диабет. Сахарный диабет – серьезное заболевание. Оно не щадит ни взрослых, ни детей. Как показывают статистические исследования, каждые 10-15 лет число пациентов с диагностированным диабетом увеличивается вдвое. В постсамарской области зарегистрировано на сегодня 122 тысячи человек, имеющих сахарный диабет. Это зарегистрировано. Я вас уверяю, что большое количество еще не знает, что у них начало сахарного диабета. На ранней стадии выявить заболевание достаточно просто. Уровень сахара в крови может обозначить проблему. Если у человека выявили уже повышенный сахар, нужно обязательно обратиться к эндокринологу или хотя бы начать с участкового терапевта и сдать анализ крови обязательно натощак. Натощак уровень сахара норма у нас от 3,3 до 5,5. Если вот сейчас у нас на акции чаще сразу попадают люди, которые уже немножко позавтракали, поэтому у них может быть сахар немножко выше. Если сахар выше после еды 7 и 8, то здесь уже нужно точно обращаться в поликлинику. Там назначаются определенные анализы. Чаще всего это гликированный гемоглобин, который уже точно поставит, есть ли сахарный диабет. Особенно те люди, у которых есть наследственность, то есть отягощенное наследство по сахарному диабету, им нужно вообще ежегодно сдавать анализ, то есть поддерживать это, проверять на работу поджелудочной железы. Как раз у нас поджелудочная железа же вырабатывает эти все наши ферменты, в частности инсулин. И если есть изменения именно поджелудочной железы, здесь нужно уже обращаться к врачу, лечить ее, поддерживать свое состояние здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека на 60% зависит от него самого. Предупредить о развитии сахарного диабета помогает отказ от вредных привычек в питании и образе жизни. Им регулярная физическая активность. Спасибо вам большое, что вы высказали желание сделать вот такие замечательные футболки со словами поддержки, любви, теплом ваших рук и ваших сердец. Пожилым людям очень важно чувствовать себя нужными. Получать заботу о себе, конечно, необходимо, но особенно приятно самим приносить пользу. Это с уверенностью могут подтвердить, постояльцы пансионата – это не один. Футболки с таким незамысловатым, но, согласитесь, таким теплым принтом-приветом уже получили около сотни участников специальной военной операции. Бабушки и дедушки старательно выписывают пожелания. Правда, не всегда это получается. Увы, годы и болезни не дают твердости рукам, зато слова от самого сердца. Что ты хочешь написать? Мира, дружбы, здоровья. А тем временем в соседнем помещении готовят еду для особых подопечных – тех, кто не является постояльцем пансионата. По собственной инициативе два раза в неделю сотрудники учреждения развозят горячие обеды одиноким, нуждающимся в помощи пенсионерам. В пансионате ты не один с большим вниманием относится не только к медицинской помощи и поддержке постояльцев. Один из приоритетов – общение, совместные занятия, организованный досуг. Особенно любят старички делать добрые дела. Так, например, мастерят кормушки для птиц. И самые бодрые и дружные компании с радостью едут в лес их развешивать. Главное, ребята, сердцем не стареть, Песню, что придумали, до конца допеть. Вот сюда, смотрите, так вот цепляем, цепляем и завязываем на банке. Походим к деревцу. Походим к деревцу. Вот здесь два усика. Вот эти два усика. Регулярные в пансионате ты не один и экскурсионные поездки. Интересных и красивых мест в нашем крае немало. Свято-Воскресенский мужской монастырь, расположенный на берегу Волги, богат своей историей. Некоторым зданиям обители более ста лет. Бабушки с интересом слушают рассказы о чудотворных иконах монастыря. Сами тихонько молятся за здравие и благополучие близких. Для постояльцев пансионат ты не один становится настоящим спасением от вынужденного одиночества. Ведь кроме квалифицированного ухода, здесь они получают искреннюю заботу и приятное общение. Совместные занятия помогают поддерживать здоровье и позитивный настрой. Люди преклонного возраста, имея возможность общаться и заводить друзей, обретают второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова